Министерство обороны США и Нигерийское министерство национальной обороны объявили о завершении вывода американских сил и средств из Нигера. Объявление распространило Африканское командование вооруженных сил США Африком. Процесс начался 19 мая после взаимной выработки условий и продолжился выводом авиабазы 101 в Няме 7 июля, авиабазы 201 в Агатезе 5 августа. Из страны также был выведен координационный элемент Африком в составе двухзвездного генерала штаба. Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили безопасный и упорядоченный ответственный вывод войск, который был завершен без осложнений к взаимно установленной дате 15 сентября, указали в Пентагоне. Силы США на протяжении длительного времени проводили обучение войск Нигера и поддерживали взглавляемые партнерами контртеррористические миссии против исламского государства и Аль-Каида. Договоренность о выводе американского военного контингента была достигнута в конце апреля на встрече заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла и премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна в Вашингтоне. В начале мая стало известно, что на американскую авиабазу в столице Нигера Наймей вошли российские военнослужащие. Однако министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что у россиян нет доступа к военному и военному оборудованию США, на тот момент находившихся на базе. Нигер относится к беднейшим государствам мира. В июле 1923 года власть в стране захватила военные хунты. В марте путчисто разорвали соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном. До переворота Нигер являлся одним из ключевых партнеров западных государств, таких как США, Франция и Германия, в борьбе с джихадистскими группировками в Западной и Центральной Африке. В октябре 1923 года своих военных из западно-африканской страны начала вводить Франция. К декабрю она завершила этот процесс. Бундесвер сделал то же самое к августу 1924 года. По данным Reuters, Вашингтон ищет план Б в Западной Африке, но процесс идет медленно, и из региона поступают данные о быстром росте экстремистских группировок. Позже в США заявили, что будут искать возможности передислокации своих военных в странах Западной Африки, таких как Гана, Кот-де-Уар и Бенин. Субтитры создавал DimaTorzok